В городе подвели итоги нескольких спортивных и социальных состязаний и проектов, реализованных в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть», «Ноябрьскнефтегаз» в 2021 году. Галоконцерт «Муравленко талантливый» прошёл в Доме культуры Украины. Под занавес года таланта в Доме культуры чествуют участников программы «Родные города». Авторов и партнёров, проектов, волонтёров и спортсменов, всех неравнодушных и талантливых, инициативных и активных жителей, готовых менять свой родной город к лучшему. Благодаря реализации социальных проектов в декабре в городе прошла череда мероприятий для людей разных возрастов и увлечений. Так, юные спортсмены участвовали в межгородском хоккейном турнире, соревнованиях по футболу и ярком фестивале за футболем. А победители грантового конкурса и партнёры различных проектов провели несколько семейных мастерских, новогодних игротек и интерактивный кукольный спектакль «Умка». Огромное всем спасибо нашим волонтёрам, нашим помощникам, нашим вдохновителям, всем тем, кто активно участвует в жизни нашего города. И действительно мы видим, как наш город меняется на глазах, какие мероприятия прекрасные проводятся. И это всё благодаря жителям города Муравленко, их активности. Заслуженные награды за командные и личные достижения в турнирах вручили юным спортсменам. Благодарностью отмечены надёжные социальные партнёры и волонтёры. За плечами Екатерины Могильниковой более пяти лет активного участия в проектах программы социальных инвестиций «Родные города». Она участвует в благотворительных акциях, корпоративных мероприятиях и привлекает в проектную и волонтёрскую деятельность своих коллег, друзей и близких. Вы знаете, эта награда была до такой степени неожиданная. Просто я даже не ожидала, что за добрые дела можно получать награды. Поэтому, ну, конечно, такая восторг какой-то, радость, вообще столько моря эмоций. Я хочу сказать всем, что делайте добрые дела, они обязательно к вам вернутся добротой. Я получила награду за волонтёрскую деятельность в момент, когда только начинался коронавирус, когда в самый пик был, работала на тестировании, помогала, занималась волонтёрством. Конечно, эмоции приятные, потому что ты чувствуешь себя нужным человеком, полезным. Поэтому, конечно, было приятно очень, что это заметили, наградили. Программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпромнефть» – это международные всероссийские социальные проекты и развитие инфраструктуры в регионах присутствия общества. Но самое главное – это тысячи неравнодушных людей, вовлечённых в процесс позитивных изменений. Молодёжь компании, волонтёры и партнёры проектов «Родные города» год от года сохраняют активную жизненную позицию и готовы развивать Муравленко, делая его ещё интереснее, комфортнее и красивее. А компания «Газпромнефть» в свою очередь продолжит оказывать грантовую поддержку на реализацию ярких и нужных городу проектов. От лица компании хочу заверить, что мы остаёмся всё-таки в этом городе. Для нас этот город всегда был родным городом. И программа социальных инвестиций – тому яркий пример. У нас есть много проектов, которые помогают в развитии города, в развитии талантов этого города. Поэтому всем большое спасибо. С наступающим Новым годом! Добрая новогодняя история ожила в Доме культуры для неравнодушных и талантливых людей, которые вместе могут и горы свернуть и сделать всё, чтобы изменить свой город так, чтобы в нём было уютно, комфортно и здорово жить. Алена Гафарова, Андрей Нагибин. Новости Муравленко.